здравствуйте товарищи итак начинаем очередной обзор легендарные советские автомобили от компании ашет коллекция в масштабе 1 к 24 я извиняюсь перед вами что все это выходит с небольшим опозданием но этот коронавирус и этот я даже не знаю как сказать удлиненные выходные немножечко выбивают график по полной но если это у меня выбивается я представляю как у вас это выбивается но не суть сегодня у нас газ 69 а один из моих любимейших автомобилей который я себе бы никогда не купил вот примерно такая вот конфигурация странной моей мысли от долгого сидения дома хотя я в отличие от вас иногда туда выхожу ну туда в реальность и так в чем начать ну давайте начнем с того что полноприводные автомобили первыми начали разрабатывать кто ну конечно же сша в конце в начале 40-х годов сначала был бантом потом был виллис но надо отдать должное советскому руководству они вторые в мире приступили к разработке подобного автомобиля конечно же опираясь на опыт американских товарищей американские товарищи те еще парни всегда на шаг впереди планеты всей были когда-то по поводу автомобилей был создан газ 60 сейчас скажу какое все время их путаю потому что 69 67 60 какой-то но наверное все-таки 64 вот 64 газончик был создан и уже на базе газончика начали создавать непосредственно другой газончик который мы знаем 67 был газончик 64 67 и 69 а и просто 69 что удивительно в этом автомобиле да в том что он на порядок превосходил уже после войны потому что производство его начали с пятьдесят втором году по 72 год он выпускался так вот производство началось пятьдесят втором году но как только он поступил ну не в свободную конечно продажу а возьму появилась возможность приобрести его за валюту у других государств ну и конечно же сэв взаимопомощь братская он сразу же превзошел и land rover и и джипы чтобы вы понимали ну об этом если не буду рассказывать обязательно как-нибудь расскажу на примере своего 69 газончика который на него похож только внешне а по внутрянке это конечно тлен слезы и гнездо птичье покажу поэтому следите так вот что в нем хорошего именно примитивность конструкции рама как всегда для тех автомат для автомобилей той эпохи рессорной подвеской спереди и сзади мы это видим опять же на машинке ашет коллекция в масштабе 1 24 этот масштаб позволяет нам на рассмотреть любые нюансы автомобиля но естественно ничего не открывается так вот разрезные мосты практически одинаковые и большое количество комплектующих пересекающихся с другими моделями горьковского автозавода чтобы вы понимали начнем самого первого двигатель двигатель в шестьдесят девятом газончики кстати у нас версия четырехдверная с мягким роскошным подпружиненным диваном трехдверная версия уже была у компании ашет коллекция в предыдущих выпусках но этот считался более комфортабельным потому что у него сзади действительно был пружинный диван а при жесткой подвеске рессорной прям действительно жестко поэтому он получил название козел мягкий диванчик сзади позволял достаточно комфортно путешествовать по разбитым дорогам нашей необъятной матери родины и так по рессорная подвеска очень хорошо читается мосты очень хорошо читаются поворотные кулаки совершенно не читаются ну да это собственно и понятно поэтому передний и задний мост фактически идентичны хорошо видно раздаточная коробка которая крепилась к трехступенчатой коробке газончика и опять же подчеркиваю коробка была от м20 от победы единственная она была немножко переделано чуть-чуть ну мы помним что у победы переключения опять же под рулем было а здесь напольное переключение кстати если вы присмотритесь вот специально под лампу раз и я вижу ручку кпп и рукоятки раздаточной коробки то есть проработка машины модельки очень хорошая при том что тент не съемный кстати он и в реальности не съемный если у трехдверки он был съемный то здесь складывающийся чтобы понимали то есть в принципе снять его можно было но он все-таки больше складывался и если вы посмотрите здесь нету крепежных как это назвать ремешков которые находятся сзади вот здесь вот видите клипс таки но не клипс все-таки это конечно защелки задвижки я забыл это слово снимались оконные рамки там железный каркас брезентовая сама по себе брезентовая накладка господи что ж такое то вот что значит давно не рассказывать про машинки ашет коллекции а все это ковидло виновата будь она не ладно хромированные рукоятки видны я честно говоря не уверен что они были хромированные кто если кто-то знает пусть меня поправит я не настолько специалист в рукоятках 69 мне почему-то кажется что они все-таки были темные хотя может быть и хромированные но мы можем посмотреть в журнале который прилагается вместе с машинкой легендарный советский автомобиль в масштабе они 24 вот видите хороший глянцевый журнал смотрим фотографии действительно видим хромированные ручки ну а почему нет да действительно хромированные ручки кстати журнал очень полезен здесь есть компоновочная схема автомобиля очень хорошие статьи но я люблю на самом деле последнюю советский автопром 70-е годы грузовики вот то есть все таки хромированные ручки это уже плюс фароискатель действительно такой стоит стоял и будет стоять на машинах единственное здесь все-таки больше пластика в этом автомобиле нежели чем металла кузов сделанный по технологии литья под высоким давлением вот здесь все-таки пластиковый капот пластиковая крыша остальное все металл правильная резина стоит что уже приятно колпаки колпаки колеса интересная особенность что в силу своей унификации диски очень похожи на 67 то есть пресс форма была такая же но крепление уже был немножко другим что мы еще видим снизу ну я уже про рессоры говорил раздатку говорил двигатель так видим картер двигателя опять же двигатель в газончике это победовский двигатель немножечко переделанный чуть-чуть то есть в принципе взаимозаменяемость и ремонтопригодность на тот период было потрясающе лобовое стекло у газончика имеет на самом деле три положения то есть первое положение стандартная вертикальная второе лежа на капоте видите здесь есть подставки и защелки чтобы откинув стекло можно было его защелкнуть и третье положение это сама форточка у не форточка само стекло в рамке поднималась вверх и фиксировалась барашками ну барашка парни там действительно есть крепежные салазки их очень хорошо видно и они даже выкрашены в другой цвет то есть можно снять крышу и будет смотреться все даже очень очень серьезно я думал они это не сделаю да правильный руль приборка правильно удивительно я бы вообще на это не заморачивался тем более что все закрыто ручка страха видно виден даже плафон подсветки а вот это что такое я не пойму напоминает гофр от печки на печка там печка там ужасная она как бы согревала только при движении автомобиля то есть когда вы поднимаете воздухозаслонку воздухозаборник только тогда набегающим ветром через печку продувал салон но зато на 69 классно ехать и зимой и летом без тента скажу секрет тут создается воздушный шарф тепла так что еще смотрим все правильно повторить или горловина бензобака даже есть до петля открывания либо откидывание лобового стекла спереди написано у вас мы же помним что га 69 начали производить в 52 сначала на горьковском заводе через несколько лет наладили производство на ульяновском заводе и попутно выпускали и газ 69 и у вас 69 конечно самые ценные это газончики но у вас 69 на самом деле с не сильно отличается от газона и ульяновский завод перешел полностью на производство не нет горьковский завод отказался 69 в тот момент когда ульяновцы начали производить комплектующие автомобили самостоятельно еще хорошая особенность это тоже здесь видно передний мост например на 69 отключаем и правда это редкостные редкостная головная боль хабов не было надо было выйти и с ключами немножечко полюбить родину и грязь но в целом очень все достойно господа действительно даже салонное зеркало вижу но приятно черт побери приятно он очень милый это один из лучших один из красивейших автомобиль еще раз хочу сказать что было два вида газончиков 69 это а и просто газ 69 один был двухместный с лавками сзади второй был полностью пятиместный который нас или на обзоре двигатель м24 так на 4 цилиндровый карбюраторные 55 лошадок при 3600 оборотах в минуту тормоза естественно по кругу колодочные барабанные но уже с гидравлическим приводом естественно никаких усилителей все как надо время разгона до 100 километров не указано зато максимальное 90 в час ну 60 70 дальше уже просто душу вытрясает расход 20 литров как не старайся достойный достойный автомобиль мне нравится я даже знаю кому подарю себе и так анонс на следующий юбилейный 60 выпуск будет у нас горе печаль и счастье ижевского автомобильного завода или ижевского как вам больше нравится товарищ пишите в комментариях иж 2126 на настоящий автомобиль и иж и прототип я обзоры делал ссылочка будет вот он собственно он даже здесь немножко страшненький ну что есть то есть засим решить отклониться носите маски мойте руки не будьте как эти олени гуляющие на 9 марта извините 9 мая в парках и плющие на окружающую среду своим как это сказать пофигизмом будем живы не помним удачи а 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